добрый день с вами канал gt класс и я алексей колчин и сегодня мы вместе с андреем покажем вам один удивительный опыт а удивительный он тем что первый раз проводил его еще бенджамин франклин больше двухсот пятидесяти лет назад это опыт по электростатике и кажется ну что там может быть необъясненного и необъяснимого а между тем этот опыт вызывал дискуссии на протяжении многих лет и нельзя сказать что он имеет окончательное объяснение по его поводу ведутся дискуссии в интернете и мы рассчитываем на то что вы тоже включитесь в обсуждение на нашем канале и это обсуждение будет бурным и продуктивным бенджамин франклин проводил этот опыт с лейденской банкой а мы сделали плоский конденсатор вот одна его обкладка сделана из фольги вот вторая обкладка которую можно снимать и между обкладками мы кладем тоненький лист пластика ну давайте проделаем сначала контрольный опыт зарядим конденсатор от высоковольтного источника а теперь соединим обкладки отверткой и проходит весьма солидная искра а теперь перейдем к главному опыту снова сделаем зарядим конденсатор а теперь снимем верхнюю обкладку уберем пластик и коснемся одной обкладки ну стало быть заряда электрического там тоже не осталось ну хорошо вернем пластик на место поставим сверху обкладку и замкнем отверткой и про проскакивает мощная искра так что неужели заряд электрический все это время хранился внутри этого тонкого пластикового листочка так пластик вроде не проводит электрический да это же диэлектрик мы тоже со школы знаем между прочим когда мы делали первый опыт да мы если бы пластик проводил что-то то у нас бы не накопилось на обкладках потому что я потом размыкал замыкал искра проскакивала значит пластик электрический ток не проводит ну диэлектрика есть диэлектрик в конце концов ну что еще раз повторим на всякий случай так включаем двенадцать киловольт а чё так щелкнула мошку строго рачил давай еще раз хорошо разбираем наш конденсатор так коснулись ничего там никаких заданий никаких искор не было если заряды где то есть если щелкнет они точно в нем хорошо поставили на место обкладку и мощная искра и в чем же тут дело неужели все таки электрический заряд хранится в пластике ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе